Добрый день, дорогие друзья! В эфире программы «Ждем гостя» Зураба Мвали. И у нас сегодня будет довольно необычный выпуск. Я хочу вам представить знаменитого в Тбилиси итальянского шеф-повара Энсо Нерри, который работал в Европе, в США, а затем открыл для себя грузинскую кухню, переехал в Тбилиси, обрел новых друзей и начал экспериментировать с грузинскими блюдами, создавая свои новые необычные кулинарные шедевры. Энсо! Гамарджоба! Гамарджоба! Примерно три с половиной года назад Энсо пригласил в Грузию его друг, известный ресторатор, винодел Гия Пирадашвили. За эти годы пребывания в Грузии он успел побывать бренд-шефом нескольких престижных ресторанов, ну и, конечно же, влюбиться в Грузию. Насколько Грузия близка тебе? Насколько тебе близки местные традиции? Насколько тебе легко живется в Грузии? Очень похожи грузины по своей эмоциональности, по гостеприимству, по традициям с итальянцами. Я родился в очень красивом регионе Умбрия, который очень похож в тот край на Тбилиси. Там также старинные церкви, храмы, деревни крепости, поэтому я очень себя здесь чувствую комфортно. Все напоминает мне мою родину. У меня есть любимые места, куда бы я вас хотел пригласить, познакомиться со своими друзьями, и вы сами убедитесь, что же является для меня источником вдохновения. Живино, так называется это заведение. Расположено это заведение на пешеходной туристической улице в старой части города. Ему очень нравится то органическое вино, которое здесь подают. Ну и самое важное, грузинский тапас, это очень интересно. И как он выглядит? Зуран, мы будем спросить хосту, Мамука. Мамука нам расскажет об этом. Окей. Окей. Добрый вечер. Я Маджоба. Я Маджоба. Мы открыли этот бар для того, чтобы поддержать тоже малых виноделов, которые делают замечательное вино, органическое. Это вино делано традициями, которые грузины делали 8 тысяч лет назад. Почему грузинский тапас столь важен и актуально сегодня? Всем известно традиционное грузинское застолье супра. Обильно накрытые столы с разнообразными блюдами. Мне кажется, тапас – это прекрасная возможность все попробовать, но меньшими порциями. Сацией из цветной капусты. Да. Безумно вкусно. У нас сейчас в руках сванское блюдо. Да, но и с мегринским соусом. С мегринским соусом. Классическое чадо внизу, сухое без использования масла, с пхали, шпинат с орехами, красная свекла с овечьим сыром. Тапас по-грузински действительно впечатляет, потому что он сочетает в себе все шедевры разных уголков Грузии. В старой части Тбилиси находится очень интересное место – Йота-отел, куда нас пригласил Энсо, потому что здесь замечательная и необычная кухня и очень дружеская атмосфера. Это очень любимое место Энсо. Здесь зеленая абсолютно такая атмосфера, напоминающая природу, потрясающий шеф Пор Карло, который делает необычный микс грузинских и европейских блюд. Но и вообще, как говорит Энсо, здесь можно расслабиться и получить наслаждение от жизни недалеко от центра города. Что за эксперименты вы проводите с грузинской кухней? Какие блюда готовите? Добро пожаловать! Спасибо! Ресторан у нас находится на террасе, там огромная печка стоит. Волшебная? Волшебная печка, и там готовятся у нас волшебные блюда. Что ж, прекрасно! Разрабатывал, рисовал лично я схему, как печку сделать. Она сделана, не сказал бы по грузинской традиции, но там взяты всякие мировые тенденции. И объединены между собой. Печка весит 16 тонн. 16 тонн! Позволь представить тебе шефа Карла. Он прекрасно говорит на итальянском и готовит традиционные грузинские блюда, но в современном стиле. Хинькали в бульоне. Самый вкусный в хинькали бульон, когда человек пьет. Согласен. Держит и пьет. А здесь у нас много. То есть у нас хинькали в своем же родном бульоне. А вот это что за хачапурные палочки? Это хачапурные палочки. У нас готовятся на углях. Кухни как нет границ, говорит Энсо. И, конечно же, грузинская кухня развивается, идет вперед, она становится более европейской. Можно ощутить то влияние, которое испытали на себе кухни разных стран. Недалеко от Тбилиси, в районе Коджори, находится замечательное, удивительное, живописнейшее место, которое называется Биоли. Это целый оздоровительный медицинский центр. В этом замечательном месте работал бренд-шефом Энсо и разработал целую систему блюд специально для здорового питания. Ну что ж, Энсо столько рассказывал про это удивительное место. Я из семи потомственных целителей. Грузия имеет фантастические действительно условия для велнеса. Потому что в Грузии столько лечебных трав. Сама природа помогает. И сам климат. То есть в Грузии климатических зон столько же, сколько во всей Большой Европе. При этом биологическая активность лечебных растений, она выше, чем в других регионах. Курорт, где человек проходит вообще рестарт, реинженеринг, там, оздоровление. Ираклия, то есть целая группа людей вот так едет в разные уголки Грузии, зная, когда, куда надо ехать, чтобы собрать эти травы. Поверьте мне, у нас с растениями очень древние отношения. Я верю. Скажите, а всего вот примерно сколько сортов растений у вас здесь? У нас здесь 22 видов лекарственных растений и ягод вместе собраны. Все растения, которые используются в чаях и на стоях и так далее, принимаются. Они же в фреш виде более эффектные. Фреш, это значит, что он не изменяет ничего. Сохраняет свойства. И сразу вот то, что мы уже сорвали там в лесу эти растения, приносится господину Энсо, нашему шефу. Ираклия, то есть все растения, приносится господину Энсо, нашему шефу. Итак, мы находимся на кухне Бьёль. Познакомься с шеф-повар Аликс. Привет, шеф Аликс. Я приготовлю что-нибудь полезное. У нас соус гранатовый, киноа, разновидность пшена, салат по-мексикански из авокадо, кинза, петрушка и упакованные вот специальные вакуумные такие бригеты, дольки лосося. Хочу добавить грузинский акцент к блюду. Итак, это гранатовый соус, из которого я приготовил желе. Также я использую джонджоли. Джонджоли, но сухое. Фрайд джонджоли. Чтобы блюдо было более хрустящим. Такой интересный вкус у джонджоли. Как говорит Энсо, дольки вот этой нашей рыбы кладутся вместе с этой упаковкой в горячую воду, температура которой 52 градуса. Тогда рыба сохраняет все полезные качества. Очищенный от кожуры помидор, также мелко нарезан. Петрушка. Немного соли, немного перца. Оливковое масло. Добавляю кино, которое было предварительно отварено. Очень свежий, очень вкусный, очень здоровый салат, говорит Энсо, получился у нас. И, наконец, Иракли принес нам все эти замечательные растения. Действительно, здоровая пища выглядит как произведение искусства, как какой-то ландшафтный дизайн, напоминающий абсолютно живую природу. Браво, Энсо! Браво! Песня «Итальянский партизан». Давайте расскажите-ка нам, как вы это все делаете. Это по-грузински называется чьяфера, лаконос. Это американское растение, которое обосновалось в Западной Грузии и растет вот такими цветами. Вот так вот, американское растение, обосновалось в Западной Грузии. Есть фокус. Фокус? Ну ты даешь, дядя, с фокусом. Ну вот фокус! Алекс, ты предупредил бы, что у меня ращит фокусом. Вы тоже часть любите. Была хорошая рубашка. Едварь, пожалуйста. Фокус. Что это? Это грибы. Грибы. Грибы обжаренные. Грибы по-грузински. Это черноцово, да? Это черноцово, да? Шампиньон вместе. И вместе с зеленью. Макария. Окей, это мясо. Это мясо. Это говяжье мясо. То есть мясо в вакуумном пакете содержалось? Да, содержалось. В горячей воде температурой более 80 градусов. Да, самое вкусное сейчас начинается. Это подлива из мацона. Цванский соус. Цванский соль. Цванский соль тоже? Да, да, да. И на этой дощечке все богатство колхидской низменности, о которой Медея очень хорошо знала. Вот какое-то безумное просто сочетание листьев, каких-то веточек, каких-то растений, грибов, мяса. Фантастика. Вот так выглядит грузинская кухня 21 века. Да. Браво, браво, браво. Браво, Алекс. КОНЕЦ Ну вот Энсо рассказывает, что вы производите органическое вино, какое-то очень вкусное. Очень советует и главное предлагает посмотреть, увидеть это все производство. Обязательно и посмотрим, и понюхаем. И продегустируем. Продегустируем, конечно. А, вот от старинной кахетинской марани сквеври. Сколько у вас тут квеври? У меня 14 квеври. Вместе взятые это где-то 8,5 тонн. Я делаю натуральное биологическое вино. У меня есть и саперавы, есть катетели кисель, катетели мцване. Боже мой, какой янтарный цвет. Амбер вайн. Да, амбер вайн. Оранж вайн. Я хочу выпить за всех современных производителей вина в Грузии, которые отдают все свое время, силы и талант на создание великолепного вина. Уверен, что это вино станет популярным во всем мире. Грейт, Энсо, believe me, you're typical Georgian toast maker. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как я знаю, ты сюда приезжаешь за вдохновением, за кулинарным вдохновением. Ну, у вас потрясающе красиво, Георгий, конечно, настоящий такой шато хороших традиций с видом на Лозангскую долину и коры Кавказа, Большого Кавказа. Я думаю, что здесь ни творить не получается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня я хочу всем представить свое блюдо, шоколадные хинкали. Один известный журнал попросил меня создать грузинское блюдо, но с итальянским акцентом. В первую очередь делаем соус. Мне понадобится пол-литра молока, 4 яйца, 150 граммов сахара и палочка корицы. Теперь на медленном огне доводим молоко до кипения. Молоко готово. Великолепный аромат корицы. Теперь я постепенно буду смешивать молоко с яйцами. Я перелью молоко в кастрюлю и буду его пастеризовать для того, чтобы получить лазуревый крем. Выглядит великолепно. Следующий шаг. У меня в руках апельсин. Я собираюсь очистить кожуру и сделать цедру. А затем приготовить сироп. Поехали. А теперь бланшируем цедру и будем это делать три раза. Из кипящей воды в ледяную, из кипящей в ледяную. И так три раза. И затем выкладываем цедру в сахарный сироп. Мы приготовили глазуревый крем, апельсиновую цедру. А теперь время для начинки. Грузинский творог на дуги и немного листых орехов. Я собираюсь добавить сахарную пудру. Помните, мы готовим десерт, а не классические хинкали. И в конце я добавлю немного мяты. Чтобы сделать шоколадное тесто, я беру одно яйцо и порошок какао. И соединяю их вместе. Мука. Немного усилий и тесто готово. И затем вот в таком виде мы кладем тесто в холодильник минут на 30 до полной готовности. Вот так медленно нужно закручивать тесто. Мы подошли к завершающему этапу приготовления. Выкладываем хинкали в кипящую воду. Это будет фантастично. Продолжение следует... Шоколадные хинкали от знаменитого итальянского шеф-повара Энсо Нерри. Будете в Грузии обязательно отведать. Я приготовил свежую пасту. Тут пять листов теста. Буду делать пасту папардели. Я использую мамную крупу. Она имеет жесткую структуру и не позволяет тесту прилипать. Поддеваем ножом и разворачиваем. Сейчас мы готовим оба. Энсо и я. Это совместный труд. Да, я готовлю полуитальянское блюдо, а он готовит полугрузинское. Потрясающий микс, потрясающе. Он будет готовить чашишули с пастой. Я буду готовить русской трип, ну, с нашим вкусом. Гия тем временем шинкует помидоры, которые предварительно очистили от кожуры. И, как я понял, эти помидоры будут использованы и Энсо, и Гией совместно. Ну и, конечно же, самое главное в чашишули – это мясо. Кусочки хлеба отправляем Гиа в печь. Здесь аджика и много специй я не добавляю. Здесь хорошее итальянское оливковое масло. «Энсо стайл». Спасибо, Энсо, за знакомство. Знакомство с замечательными друзьями. Батоноги, спасибо вам. Да, огромное спасибо за помощь не только в съемках программы, но и за то гостепринство, которое вы провели к нам. А Энсо специально благодарна за пропаганду грузинской кухни, за открытие новых блюд. А, значит, мы же тоже пропагандируем итальянскую кухню. Да, браво, кстати. То есть сообща, мы делаем большое дело. Да. Спасибо. Кормим грузей вкусно. Ну, а вы обязательно приезжайте, друзья, в Грузию. Насладитесь новыми современными грузинскими блюдами с итальянским акцентом. Как вы, Марджос? Как вы, Марджос? Как вы, Марджос? Салюта. Салюта, салюта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова